Сегодня, 22 января, завершилось первое в этом году пленарное заседание Государственного собрания Якутии Илтумен. Основной темой стали законопроекты социальной направленности, что по этому поводу думают сами депутаты. Мы считаем, что на настоящий момент, несмотря на все события, которые происходят сегодня в стране, экономические какие-то определенные сегодня изменения возможны, как таковые социальная сфера и законодательная основа для обеспечения всех социальных обязательств Республики у нас сегодня окончательно принято. Напомним, правительство Республики внесло в парламент три законопроекта о социальном обслуживании граждан, об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления бесплатных соцуслуг и третий законопроект об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых их поставщиками. Основным базовым был закон о социальном обслуживании. Этот законопроект поступил в декабре, значит, мы его 15 декабря рассматривали. Хочу сказать, что мы его возвращали на доработку. В установленный срок были получены поправки, которые сегодня депутаты утвердили, и законопроект был в целом принят. Все мы понимаем, что данный законопроект сегодня необходим. Действия данного законопроекта вступают в силу правоотношений с 1 января, потому что с 1 января уже федеральный закон работает по Российской Федерации. Ну и как бы базовый закон принят, и в дополнение к нему были два еще очень важных законопроекта. Это по прожиточному минимуму принят, и основной это перечень, который очень полный, состоит из 110 социальных услуг, которые будут работать на территории республики. Похожениями поставщиками становятся социально ориентированные некоммерческие организации, социальное предпринимательство сюда входит. То есть это действительно закон, который будет улучшать качество социального обслуживания. У нас сегодня до этого момента мы социальное обслуживание на среднем оказывали при наличии доходов менее одного прожиточного минимума. Это получалось где-то порядка 12 700 рублей в среднем. Но сегодня этот прожиточный минимум увеличен, полтора прожиточного минимума стало. И сегодня действительно категория людей, которые могут получить социальное обслуживание, у нас расширяется. У нас сегодня сумма на одного человека выходит где-то более 19 тысяч рублей. Это вот один из ключевых моментов. И второе, конечно, расширен перечень социальных услуг. Сегодня у нас 110 социальных услуг. Вообще вот в республике зарегистрировано более тысячи некоммерческих организаций. Но социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают с детьми с инвалидностью, с людьми с инвалидностью, вот как раз обслуживание именно в этом направлении достаточно много. Но насколько готовы, это будет уже определять конкурсная комиссия. И будет перечень именно таких организаций и ряд требований, которые должна выполнять такая организация, чтобы быть поставщиком именно социальных услуг. В какой-то степени этот закон будет охватывать где-то 174 тысячи человек. Руслан Басыгысов, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.